здравствуйте мои дорогие друзья сразу хочу попросить прощения что если я буду носом шмыгать и может быть даже чихать или чихать то прошу меня простить простыла простыла девочки почувствовала лето разделась и потом уже одеться когда похолодало я никак не могла я одевала байку жилетку рукава то в байке не как у куртки вот мне это продувала я ездила в этот самый карри в грин долго стояла на остановке замерзла там на улице у нас уже практически лето вот это вот лето у меня теперь под носом я простыла простыла температуры у меня нету ничего такого озноба тоже нету но с носа текет водичка и чиху целый день вчера чих-чих-чих-чих но какой бы ни был чих надо делать что-то себе кушать надо же кушать хорошо что и были продукты поэтому вчера когда у нас вдруг резко началась зима представляете целую ночь шел дождь утром встаем зима сантиметров наверное как вот по беседке смотрю там но сантиметров пять точно насыпала думаю боже мой как не хочется опять зимы и дни я не мой шмяк вчера никто не хотел на улицу эти я сварила суп вот он у меня стоит тут в кастрюле я еще ничего с ними делала потому что я вчера не ела так кофейку попела с печеньем на этом все и мясо надо достать косточку я обычно покупаю куриную грудку так как вы знаете что я не ем не говядину не свинину не ем вот покупаю куриную грудку я обрезаю это филе такое надбивную а то что остается на тогда варю суп какой-то ну и вот посмотрела в холодильник я вообще забыла что я купила творог и и он у меня лежит и лежит лежит и лежит сырочки ем вечером а творог этот лежит не люблю творог девочки честно признаюсь что творог я не люблю вот даже можно конечно сделать всего с малиной потому что ягод у меня очень много они еще остались прошлого года мы с аришкой очень хорошо за дотарились этой малиной у нас было очень ее много вот надо в этом году вот потеплеет надо обрезать вот эти вот сухие которые отмерли 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 как сказать еще есть еще есть малина еще и в банке я сначала в баночке складывала ее замораживала и в пакете есть тут была разобрала съела один пакет прямо больше не хочется но выбрасывать же я не будешь или продавать я тоже на базар не пойду правда так немножко девочки одна пачка всего лишь у меня творогу одно яйцо сахару вот такую вот ложечку а можно еще чуть-чуть простите ой простите надо включить сковородку пусть греется понемножку пусть понемножку греется думаю надо надо сегодня сырники сделать а сметаны у меня нет мне есть варенье не знаю варенье не хочу и сметана не хочу и идти никуда не хочу эти никуда не хочу состояние такое какое-то не ахти да девочки весело весело мне плотков носовых у меня нету я ими не пользуюсь потому что это разносчики заразы я если вот так вот простого это я пользуюсь туда салфеточкой чтобы так одноразово было раз и все девчонки у меня соли нету представляете у меня нет соли я все время думала что у меня есть соль это вкусная оказывается я когда у меня такая вот в этой банке одна одна грабулечка осталась а у меня оказалось что я она у меня давно закончилась и я туда засыпала сухари я считаю что у меня есть соль мне соль не надо а тут взялось суп солить хорошо что еще было в другой баночки немножко а так бы у меня был суп вообще совершенно не соленый так сюда нацеплю одну такую и еще чуть-чуть и еще чуть-чуть так надо делать меньше огонь а то сейчас начнет масло это брызгать что-то я вам хотела рассказать сняла сейчас видео про свои колечки я уже снимала девочки но вот появляются эти самые новые новые подписчики появляются и опять спрашивают ну поэтому вот сегодня снять видео такое потому что никто не ищет никто не смотрит старые видео а только-только все хотят новые ну вот получилось нормально вот такое вот получилось не густое и не и не жидко так сейчас одну минуточку я отключусь пойду схожу по делам сегодня у нас солнышко снег потихонечку тает вот и говорят что он сегодня будет плюс 16 а вчера было плюс один вот снег этот мокрый мокрый мокро на улице вот городе даже было очень скользко говорят я как-то не интересовалась этим вы вчера сушмяком весь день просидели дома просидели дома и у телевизора он сначала лежал так ну что у меня нагрелась сковорода так девочки надо было воды наверно взять ложку макать не взяла ладно она и так хорошо отстает просто так ложкой никакие нет и самое я как-то пробовала даже показывала вам как я стаканом сырники эти накручивала как это делают красивые такие но я делаю для себя поэтому я просто ложкой положу на сковородку немножечко их разровняю и все что мне тут красоту наводить эй отставай от ложки так это не поместится не поместится еще один сырник а нет как раз хватит места как раз места хватит получается 245 66 штук получится почитала я комментарии девочки вы мне пишите там это самое что обувь карри очень плохая некачественная я девочки с карри познакомилась в прошлом году по моему в прошлом это мне людуся моя говорит а чё ты вот не съездишь говорит я покупаю там акции всегда я со скидками покупаю ну вот я поехала тоже и попала на акцию но похоже на акции это все время у них постоянно две пары покупаешь третью третий в подарок так что это мне не жарится ничего совсем сделала маленький огонь огонь совсем маленький сделала я поехала и попала тоже на эту акцию мне понравилось одни босоножки кожаные вы говорите нету что там дермантин нет там есть и кожаные есть и такие и такие и я купила себе одни кожаные желтые они были со скидкой 59 рублей но они такие мягкие очень удобные там был такой вот ярлычок болтался что это кожа натуральная и и слушайте наверное я мало муки сыпала что-то они у меня сегодня не получились ну ладно посмотрим будем переворачивать посмотрим что получится а вторые я купила за 30 рублей ой вывезгается огонь чуть поменьше выжарится через палец очень удобные босоножки я все лето в них проходила у меня там в шкафу много босоножек я то одни увижу то другие мне они понравятся и вообще для меня это лето это праздник потому что я люблю босоножки я так не люблю колготки я не люблю носки и вот это вот все такое вот раздеться для меня это это счастье вот и я все да и в подарок я взяла там шлепанцы но шлепанцы конечно мне не очень понравились они на узкую ногу она носок я мерила и как-то вот я их ни разу не одела думаю что так они симпатичные шлепки но вот как-то смотрю что у меня нога более широкая чем эти как лена придет приедет может я ей предложу не он хотя они 37 а у нее 35 навряд ли они ей подойдут но аришка такое не носит аришка носит высокая танкетка ей надо слушайте по моему есть сегодня у меня с сырниками пролет они у меня пристали к сковороде я сковороду только что помыла и не дала ей нагреться плюхнула сюда сырники похоже у меня сегодня получится ерунда вот как настроение такое так и такая готовка получается или я их спалю мало мало муки подсыпала девочки мало хочется же чтоб они были такие творожные они плотные ладно что будет то и будет вот так что в каре там есть неплохая обувь и вот не вы мне пишите что как попали туда турецкие я не знаю как они попали но там действительно фирма турецкая и слушайте и они сделаны очень похоже на те туфли которые я купила в турции именно там в общем я поняла почему там это видно но они же 210 рублей мне они очень понравились я бы с удовольствием выкупил но за 210 рублей у меня просто рука не поднимается рука не поднимается покупать такие туфли но они классные они мягенькие они удобненькие вообще бесподобные турецкая обувь мне нравится пусть она кожаная пусть она не кожаная но вообще-то я привозила сколько я ездила я привозила всегда я думаю что это кожа потому что у меня три пары шлёпок я каждый раз еду и каждый раз покупаю шлёпанцы себе но а последний раз тогда купила ботинки туфли я их не съемно ношу они конечно уже немножечко вид потеряли но осень осень и осень и весна это все время в этих туфельках туфельках они очень удобно и не труд ноги ну и вот олесе мне пишет что надо какую-то проверенную я не знаю вообще не знаю девочки погода то думаешь вот это надо одеть одеть теплого не хочется потому что там если и байку и теплые спортивные путь штаны и жилетку это все потом там надо снять и и все это надо нести а килограмм разрешают очень мало еще минус шесть килограмм в этом году хочется вообще так что-то налегке шлёпанцы по делу я конечно вызову такси такси меня довезет в аэропорт аэропорт у нас такой маленький там нигде топать не надо к двери меня подвезут я чемодан сдала потом вот только что вот выйти и предбанник там очень холодный потом это в автобус сесть он довезет а обратно уже автобус не вывозит когда прилетаешь сюда надо через поле пока он там станет через поле надо пешком идти подписываться там проходить таможню опять вот ну что мои сырники начали а девчонки какая я плохая хозяйка но вот когда не готовишься всегда получается хорошо а как только начинаешь хочешь чтобы было лучше и красивей нет но слава богу переворачивается не прилипли не прилипли но очень очень нежные сырники получились надо было все таки муки побольше и вот сковородку я конечно немножко подпортила эту это Таня мне еще дарила на дни рождения наверное в позапрошлом году вот я ее поскребла почистила мне кто-то написал что вот какая у вас сковорода вы в грязной сковороде жарили котлеты вот я ее решила поскрести почистить и я ее спортила мне надо новая сковорода надо новая сковорода вот надо вилкой помогать иначе я их растребушу вот они распухли я соду не ложила никакую но все равно они у меня такие пухленькие получаются я потом покажу когда надо будет снять положить на тарелку а сейчас уже я не хочу вам показывать потому что это вот такой вот у меня сейчас процесс очень сложный и не очень приятный кое-где сырник пристал кое-где пристал так ну ой один развалила один развалила совсем ладно пусть дожаривается вот и все же я мерила мерила туфли которые я говорю со второго раза поехала мерить хотела уже решила что я их куплю но потом когда достала второй туфель там как-то один нос как-то ну и понемножку я нашла брак на носу как подтянутый я девочки везде найду брак мне всегда он попадается вот такая вот я зануда наверное у меня одна подруга и другая они даже не обратили на это внимание одели удобно все одела и пошла я же всегда везде найду хоть какую-то вот какую-нибудь ерунду короче я пришла домой рассказала это все оришке а она говорит я тебе сейчас найду на валберес закажи на валберес а я вообще планировала думала я куплю две пары туфли и третьи тапочки возьму подарок но не получилось я там только эту одну нашла остальные какие-то жестковатые либо цены вот как я говорю что либо цены атомные атомные ну 210 рублей ну я не знаю я за 25 долларов купила ботинки и туфли в Турции ну это ж не 25 это же 75 рублей нашими деньгами так девочки простите 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 нос потек я не сморкаюсь не сопли а вот водичка водичка снова зачет вот так что вот так вот мои хорошие вот такие вот у меня сейчас денечки ну посмотрела туфли мои ариша мне это самое нашла такие же туфли они балетки балетки с бантиком такие мягенькие маленькими дырочками такие я одела на ноги не чувствуется я думаю что я может быть даже их без носок одену если конечно зима не начнется опять вот было бы обыкновенная такая вот погода то я бы одела конечно одела и штанцы полегче летние и туфли на босую ногу ну майку потом кофточку наверху и жилетку вот это вот там можно это все снять до майки чтоб и не так жарко было хотя мы вылетаем в 16 в 16.00 обычно вылетали половина первого и мы еще днем бывали то в Турции то в Египте а этот раз мы прилетим только полдесятого мало того что не 3 а 6 часов так еще и в 4 часа в 16.00 только вылетаем вот а обратно в 7 утра в 7 утра летим вот не знаю как я какой у меня отдых я в этом году что-то у меня какое-то знаете вот нету такого ах я лечу вот надо собираться вот надо сарафаны вот этот вот этот купальники собирать ничего не покупала кроме того одного сарафана который тигровый хбшка а вот ничего не купила себе все все то что было и то совсем немножечко очень мало беру с собой стараюсь чтоб поменьше шампуни там тоники все налила в маленькие бутылочки все по косметичкам это разложила потому что чтоб там использовать и выбросить и чтоб можно было хотя бы оттуда что-то привезти вот потому что ну как как деткам не привезти деткам надо халвишки привезти может быть даже и клубнички хотя она там не очень вкусная клубника такая какая-то жесткая но все равно хоть что-то хочу себе этот костюм спортивный там купить потому что он в два раза дешевле чем у нас вот обязательно поеду в дарью я когда мы были там мы ездили мне очень понравился магазин сейчас он там расстроился вообще огромнейший 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 магазин лекарства особенно покупать не буду только ариша просила для малого вот я не знаю почему вот маленький ребенок заболел вот он простыл простыл мишка вот он сад сходит один день неделю дома сидит заболел ну и ну как можно отгородить этих детей друг от друга вот я воюю с сырниками девочки я воюю тут с сырниками они слиплись разбухли хочется чтоб красивенькие были ну все наверное готовы вот и лекарства не выписывают бесплатные маленькому вот этому ему уже только вот три месяца двадцатого числа сегодня у нас какое сегодня у нас двадцатая по-моему сегодня Матвею три месяца а лекарства выписали аришка говорит на сорок рублей купила ужас это какой-то кошмар это какой-то кошмар я помню когда у меня была ленка маленькая вот этого ж не было что платили там три года и но давали питание я покупала питание на домашней кухне так периодически вот так вот по очереди тем кто брал питание деткам давали бесплатно или месяц бесплатное месяц там какой-то с какой-то скидкой а сейчас выписывают лекарства такие дорогущие что вообще слов нет ну вероятно врачам подплачивают за эти за то что подороже надо продать так девчонки снимаю снимаю что-то тут у меня упало творогу кусок надо снимать сырники а то я их еще вдобавок исполю сейчас покажу сейчас покажу что получилось ну не страшно не страшно не испугайтесь один только вот который посрединке был он прилип ко всем сырником мне его неудобно было это самое снимать а так как бы то не очень страшные не очень страшные вышли сырники а еще у меня кефир есть кефир такой немножко осталось его пить я его тоже не хочу потому что простите мои хорошие простите мои хорошие такое вот дело что водичка льется вот девочки смотрите какие сырнички ну не страшные совсем совсем не страшные правда есть можно вот теперь надо заняться мясом так это мы потом помоем это мы закроем это мы уберем а так достаем 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 не крутись обязательно выпускаешь ее сейчас я хочу достать мясо достать мясо и оборвать его от кости а косточки я складываю в морозилку в мешок а потом отдаю орешиной собачки вот так все девочки теперь занимаюсь мясом я его уже ободрала от этой самой от кости мясо у меня предостаточно вот сейчас я его так косточка осталась маленькая кость тоже кость большую эту положила тоже в морозилку это сейчас порежу маленькими кусочками чтобы так достаешь сразу наливаешь и суп и мясо что-то некрасивые какие-то куски мяса кровавые какие-то это на выброс вот вот думала сегодня ко мне мальчишки придут не а ареша говорит нет один сопливится другой сопливится пусть пусть сидят дома пусть дома сидят говорит вот так вот а я супчик сварила куриного такого этот раз не с клетками не с клетками а немножко картошки немножко лука морковки и несколько так немножечко чуть-чуть макарошек мне такие макарошки бантиками я подумала что детям будет это интересно вот но увы но увы мороженое у меня есть думала сходим с Максюшей в магазин за молоком он опять сделает коктейль себе вот так вот все мои мечты остались остались мечтами ну и ладно ну и ладно все перемешаем осталось только теперь помыть посуду даже еще и газ и газовую плиту и газовую плиту надо мыть ладно девочки на этом я закончу свое видео такое вот оно получилось сегодня сопливое какое-то сопливое какое-то видео я еще хотела сварить кофе и газету почитать потому что вчера пришла свежая газета и я там кое-что интересное увидела и подумала что мне надо вам прочесть это но уже наговорила я тут много поэтому поэтому кофе буду пить без вас а может быть следующее видео запишу но что-то не хочется мне перед вами все время это сморкаться поэтому я сейчас займусь да сниму кольцо чтоб не не это самое не мусолить его тут водой и всем и займусь помывкой посуды и газовой плиты потому что не могу так оставить я не могу уйти если я готовила и все это оставить на потом но это если только уже не в состоянии с температурой или совсем уже ножки не держат ручки не держат тогда конечно могу и то и то это если уже совсем если уже совсем невозможно а так все должно быть убрано и потом я с чистой душой и с чистым сердцем могу лечь к телевизору вот а пока а пока надо это делать и вы делаете так всегда все должно быть в доме чисто мне Вася всегда говорил я говорю ой как я устала все болит спинка болит ручки болят все бросила пол и пошла отдыхать нет же я не умею так поэтому он сюда когда приезжает и начинает мне жаловаться на что-то говорит ну вот ты ж не так ты ж не так делаешь я говорю ну так надо было это ценить что я делаю не так ну мы ценим тогда когда у нас уже нету этого вот так все пока мои хорошие всего вам всего вам хорошего главное здоровья будет здоровье и все приложится хорошего настроения пока 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 я